У актёра Владимира Яглыча есть всё для воплощения следующего образа. Сильные кулаки, тренировочный костюм и тяжёлый взгляд из-под лоби. А ещё ему 30 лет. Совсем как Сильвестру Сталлоне, которому главная роль в картине «Рокки» принесла широкую популярность. Думаю, что любовную линию Владимир сыграет даже убедительнее, чем Сталлоне. На льду чемпионка Европы и мира Оксана Домнина и актёр Владимир Яглыч. Я очень-очень боролась за эту музыку. Ещё когда только, ну, начинали, сказали, какая тема будет, я сразу говорю, выберём «Рокки». Бежим, 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 это хорошо накалывает. Вот здесь пошёл на это выпады, вот сюда. Здесь, где груша. Я был здесь грушу, знаешь, кулачки помял. В моей жизни всегда спорт присутствовал в тех временах. Здесь это статические, это равновесие, это баланс, это всё равно ещё ответственность всегда. Потому что я очень переживаю, если у нас какие-то там Ксения прикасается к льду не коньками, то мне хочется провалиться, уйти, потому что мне кажется, что я просто калечу человека. Ой, ну ладно, что ты сейчас преувеличиваешь? Увеличиваешь. Ну, там, наверное, всё время успокаивает, так вот, но, тем не менее. Раз, два, три, четыре. Я пока ощущаю себя, это не моя стихия, это всё равно, что я не знаю. Как ты умеешь плакать, тебя кинутся, ты вроде бы как гребёшь, держишься на воде, но пока нет в этом уют, чтобы ты поднял руку и поплыл. Ладно, подожди, ещё не время, ты что хочешь, всё сразу, что ли? Да. Тебя бросили, и ты поплыл? Монтаж, знаешь, я как раз пришёл, всё. Поехали. Надо же научиться сначала. Поехали. 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 Рокки победил, Оксана Доммина решила, что Владимир Яглович этот поединок выиграл. Я с ней согласен. Был замечательный кораблик, было две хорошие эффектные поддержки и была хорошая скорость. И, честно говоря, впечатление, вот такое зрительное ощущение целостности номера. Хочу вам напомнить, уважаемые телезрители, пожалуйста, голосуйте за те пары, которые вам понравились больше всех. Им очень нужна ваша поддержка. Ничего, болей, когда он уже хотел падать. Пусть не вышла. Ну ты пошел в поддержку. Оксана Доммина и Владимир Яглович. Оценки за технику. 5-9, 6-0, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,92. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,92. Я думаю, что очень многие увидели последнюю поддержку в финале программы. Когда Владимир, я не знаю откуда, он взял дополнительные силы, потому что номер уже заканчивался. Но все-таки он не уронил Оксану. Хотя концовка была немножко смазана. Думаю, что вот это, наверное, и отразилось на ваших оценках. Да, Наташа? Да, Леш, ты абсолютно прав. Именно поэтому я поставила 5-9. Но я очень хотела бы похвалить Володю. Володь, вот в этот раз и скорость присутствовала. И, возможно, некоторая неуклюжесть, которая существует еще пока во время того, как вы делаете какие-то подсечки или какие-то наши элементы фигурного катания. Но здесь она была оправдана. Этот капюшон скрывал какие-то, может быть, недостатки. В общем, все сложилось. Все сложилось, и вот одной десятки не хватило именно из-за поддержки. Спасибо. Саша, я не знаю, видел ли ты прошлый эфир и вообще наш проект. Я имею в виду, потому что мы только стартовали недавно. Просто много говорили о том, что Владимир очень сильно горбится. И я вот соглашусь с Наташей, что прям идеально подобран костюм, который, конечно, вот эту сутулость немного скрывает. И ты не увидел никаких помарок, поэтому у тебя все хорошо. Вот какой скабрезник, оказывается, ты, а? Владимир, Оксана, вы прекрасны, это ясно, все. Теперь, отвечая на вопрос, смотрю ли я «Ледниковый период» на Первом канале, я не только смотрю, но и делаю конспекты. И вот благодаря Татьяне Анатольевне и многим членам жюри за два выпуска программы нового сезона и за сегодняшний, я, как и в прошлый раз, узнал, что есть нога, которая бывает назад открыта, есть свободная нога, есть прекрасная провозка, можно катать номер, а в красивой проездке со сходов обязательно нужно развернуть ногу. Есть сложные шаги, после пробежки прелестная дорожка с мелкой техникой, открывается нога назад, а партнера можно загнать по дорожке на одной ноге, и также не по той дуге. Есть третий уровень, четвертый, и также недосягаемый уровень для Таранды. Можно выкладывать ногу ходом назад, есть красивая обводка, очень сложные катания, можно поделиться мягкими ногами, поддержкой на одной ноге, параллельное катание на ребрах, есть позиция не своя, а чужая, но главное не чесать подсечки в разные стороны и не мотаться из угла в угол на большой скорости, потому что резко, редкое вращение превращается во вращение в другую, обратную сторону. Вот так. Саша, а куда подевался стульчик и подкрутка? А это будет в следующей программе, когда я выйду на лёд. Всё. Татьяна Анатольевна. Ну, боксёры у нас уже катаются на проекте. Ну, или уж так тихо-тихо, никому не говоря. Колоссальная прогрессия. Не, ну просто, просто, просто катаются прелестно, грациозно, делают кораблики, не говоря уже о поддержках, и просто не попадают в музыку, а живут в ней. Спасибо вам большое. Здорово. Просто здорово. Поздравляю, ребят, вы действительно молодцы, вы удержали своё лицо. Володь, вот последняя вот эта раскрутка. Ну, можно сказать, что ты вцепился просто зубами в лёд, но выстоял. Это, наверное, уже профессионализм. Я не знаю, как это назвать, мне кажется, это было спасение, спасение партнёрши, потому что в какой-то момент я понимал, что мы чуть-чуть потеряли контроль, но нужно было либо ложиться самому и не дать упасть, либо нужно было вытаскивать. Ну, вот видите, с Божьей помощью. Ты вытащил, ты молодец, всех испугалась, но действительно, как-то так лицо-то совсем по льду уже ехало. Если честно, я ничего не поняла. Что, если честно, я ничего не поняла, что его там шатает. Я почувствовала, что у нас какие-то проблемы, но не настолько. Поэтому меня больше беспокоила предыдущая партнёршка, если честно. То есть, в принципе, можно его теперь с Максимом Шабальным выиспутать иногда, да? Ну, нет, ещё до этого далеко. Надо ещё работать. Нам нужно ещё поработать. Кататься, кататься и кататься. Кататься, кататься и кататься. Друзья, ну идите катайтесь тогда. Удачи вам!